всем доброе утро стало сегодня рано с этим периодом времени в общем я стала как обычно в 9 30 но это было 8 нет подождите очень очень рано встал 8 я уже была как штык хочу вам свой завтрак показать он у меня необычный вчера то у меня блинчики были хоть и ппшные но блинчики а сегодня гречка которую я залила вчера кефиром и вот она у меня вот так настоялась я сейчас чуть чуть она прям густая была молока немного добавила в общем не вареная ничего а просто я тут подруга меня так по моему ела на завтрак для очищения организма или хрен его знает от чего как будто вареная гречка сейчас добавлю немного метку вкусно кстати даже не думала что так вкусно получится вот такой вот у меня завтрак выхожу в чат для меня если честно я не особо помню где у меня машина стоит вообще не помню вчера я не брала на этой улице не стоит там может быть вот лежу вспоминаю вот знаете на автомате поставил все и не помню где она стоит но далеко не стоит потому что мне кажется вон там много пипец какой-то мы идем чарли гулять да на пляж поеду а до пляжа в ледал заеду куплю что куплю молоко куплю сахар куплю доделать варенье мармелад что-то еще там по ходу увижу вот вот да вот нашла позывной чарли чарли чё-то там обнюхивает обнюхивает вот она ну наконец-то представляете все утро музей моя машина пасмурно но тепло сейчас на пляже про погоду поговорим там собачка маленькая чихуаха малюсенький такие кажуть и чарли мой да она такая напористая и же девушка так и говорит она пристает к чарли гавкает у него он говорит нет нет она простых играть хочет она его типа провоцирует таким лайем и хочет играть и вружу ну ну я говорю мой чарли если не хочет то он даст понять что он не хочет играть на то конеч ничего и так у тебя на значит опять пристает это маленькая собачка к нему. Ему Чарли как на нее. Да такая сразу отлетела. Я говорю, вот видите, он сразу дал понять, что он не хочет играть. Смотрите, у нас не поймешь, где море, а где небо. Нет вообще границы, видите? Нет границы между небом и морем. Все одного цвета. Даже камера не хочет фокусироваться, потому что она не понимает, на чем можно фокусироваться, видите? Заканчивается вот берег и начинается море, но ничего не видно. Вообще. Все в кофтах идут, но, не знаю, нормально, мне не холодно. Нет, конечно, если бы я какую-нибудь кофтюнку легонькую одела, она бы тоже мне не помешала, но не прям холодно. Заехала в Лиддл, купила молоко и сахар. Все равно мимо ехала. Вот. Сейчас прогуляюсь. Там не знаю, что делать. Блин, так я на сумбу и не записалась в 7.30. Я не знаю, что случилось. Может быть, спросить у них, почему у них не могу зарегистрироваться. Может быть, там я не знаю, что. В общем, непонятно. Я уже хотела даже доехать на машине, чтобы... Ну, как-то в 4. В 4. С другой стороны. Вот было бы в 5. В 5 сумму удобно. Прям вообще. А в 4, то есть мне из дома нужно в 3.30 выходить. И потом приходишь и... И вроде бы как уже отдыхать надо еще рано. С этим еще временем, переводом. Я сегодня встала, говорю. Как всегда, я встала по своему обычному времени. Я встаю около 9. Без 29 у меня будильник звенит. Ну, я сегодня не встала без 29. Только 2 дня назад так совала. То есть без 28, представляете. Я встала и в YouTube лазила. Там нечего посмотреть почему-то. И не знала, что делать. Магазины тоже закрыты все. Они же у нас в 10 открываются. В общем, кое-как дотянуло. Вот так вот. У нас прям, знаете, в воздухе пахнет жгут листву. И прям вот осень-осень. Море вообще не видно. Осень-осень. Лес остыл и листья сбросил. И лихой ветер гонит дым за мной. Осень-осень. Ну давай у листья сбросим. Где он май? Вечный май. Что, тебе не понравилось, да? Поехали с тобой так играют. Знаете, вчера такой комментарий прочитала. Вроде бы как я вот иду такая. И Чарли сам по себе вдруг он дела наделает, а я не увижу. Штрафы там. Что ты топорешь? Штрафы у нас там или что? Да, конечно, предусмотрены штрафы. Но кто меня тут поймает, кто меня, как говорится, оштрафует. Чтобы оштрафовать, нужно вот прям вот над этой какашкой, чтобы полиция встала и поймала. Ну это очень проблематично. Но дело не в этом. Дело в том, что кто у кого собаки, тот знает, что как только собака выходит гулять, первым делом она делает свои дела. То есть он там не через полчаса, ой, я пойду в туалет схожу. Нет, так как он терпел, да, хотя мой Чарли не терпит. У него в его расположении целая терраса, но он туда редко ходит, потому что он знает, что мы гулять пойдем. В общем, свои дела у собаки все делали. Ну, мой Чарли в течение пяти минут. Вот я его выгулить, вышли выгуливать, да, и вот он на травку разошел, и вот прям в течение пяти минут он свои дела делает. Все. Потом я просто спокойно гуляю, зная, что он уже все дела сделал. Я все подобрала и ничего, никаких улик не оставила. Хотя у меня вот тоже тут была, был один раз такой, знаете, я шла, вот так, по-моему, даже с вами разговаривала, и один мужчина ко мне подошел, ну, не подошел, мимо шел, вот так спортом занимался. Говорит, это ваша собака? Я говорю, да, моя. Он говорит, он там дела наделал. Вот, ну, я его поблагодарила, говорю, ой, да, говорю, спасибо. Вот, и все, пошла, подобрала опять. То есть, вот он, мы вышли, машина у меня в той части, вышли, и буквально вот в пяти минутах, он, да, вот даже не в пяти минутах, он прям сразу на дорожку зашел и сделал свои дела, и мы пошли гулять дальше спокойно. Бывает так, что он может два раза сделать, но он у меня всегда в присмотре, вот так вот я его вижу. То есть, если его нет, он там у меня сзади где-то что-то, думаю, далеко, я просто оборачиваюсь и смотрю, где он, так ведь его можно и потерять. Тем более, собаки, они, знаете, они место себе ищут, они не вот так вот как сели и все сделали. Он то тут присядет, ему не понравится, то там присядет, не понравится. Может покружиться вокруг себя 15 раз. То есть, это длительный процесс у него. И если я его не вижу в поле зрения, то я могу этот процесс наблюдать, что я и делаю каждый раз. Так вообще, тему разговора, конечно, зашибись. Ну, просто раз возник такой комментарий, значит, есть интерес, правильно. Надеюсь, я вам все объясняла. Ну, те, у кого собаки, они знают, что как только вы выходите на улицу, собаки уже сразу дела свои делают, потому что они, подразумевается, что они терпели всю ночь. Так вот, у меня даже что-то жарко стало. Хотя люди вот ни одного еще не встретила с коротким рукавом. В шортах, да, идут в шортах и с длинными рукавами. А ну вот, это 100% иностранцы, какие-нибудь немцы или англичане. Вот, видите, он ходит, цветочки нюхает. Ему все зашибись. Я уже прогулялась, мы уже поедем сейчас домой. По магазинам, наверное, пойду, как всегда. Вообще, мне нужно купить тоник. У меня закончился для лица что-то еще. А, дезодорант закончился. Я покупаю всегда, да. Куплю, покажу. И еще что-то, наверное. Походу, вспомню. У нас солнышко выглянуло. Погода замечательная. Даже жарко. Так что правильно сделала, что я не сделала с собой никакой куфты, ничего. В общем, у нас в эту пятницу праздник. 1 ноября. День всех святых. Все идут на кладбище и преподносят цветы на могилы своих родственников. Пойду, тут пройдусь. И вот сейчас иду во всех цветочных магазинах. Продают разные букеты. Но они не для женщин, а для своих умерших родственников. Наверное, тоже. У нас кое-какие планы есть, кстати, на эту пятницу. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не потерять ничего. Вот. Помимо того, что на кладбище ехать. Вот я сойду в этот магазин лифтис. Так что вот так. Я долго думала, чего ты там поперхнулся, чем? Воду так хлебал, что ли. В общем, всю дорогу думала, что бы мне покушать, что бы мне покушать, приготовить. И потом я, знаете, решила, что нифига я ничего не буду готовить. И зашла. Не, ну-ка, посмотри. И купила полкурицы. Вот той курицы, которой я прохожу мимо, все время говорю, о, блин, как вкусно пахнет. Вот. И вот решила ее взять. А ее готовят на углях, прям при нас, там так вкусненько все пахнет. Ммм, горяченькая. Сейчас покажу. Ой, какая. Там разделено даже на две части, смотрите. Ммм. Ну не говорите, что это невкусно. А где мое любимое крыло? Вот оно. И салат взяла. Сейчас заправлю, и будет он такой вот у нас обед. Шикарный, мне кажется. И готовить ничего не надо. Что-то надоело так готовить вообще. Прям вот уже изо дня, день, каждый день что-то думаешь, что бы приготовить, что бы приготовить. Вам не надедает готовить? Даже не то, что готовить, а вот это вот думать, что бы приготовить. Так, вот я сегодня взяла сахар, 2 килограмма буду, наверное, мне сегодня-завтра варить. Так, руки надо помыть. Варить, заваривать варенье. Ой, а у меня там еще салатик есть, который это... Вчера-то делала с цветной кап... Ой, цветной, с морской капустой. Ну что, за шикарный салат. Сейчас я не знаю. Так, надо большую такую взять. Там все намешать. Ой, я себе сейчас сюда огурцы добавлю. У меня и огурцы есть. Укропчик. Блин, да шикарный опир... Получится. Ну, салата, естественно, на двоих хватит. Такие вот у нас пироги. Да что ты там подавился чем? Все спешит ему куда-то. Не, ну ты посмотри. Пойду ему печеньку дать. На! Понюхает, понимаешь? Вы видели? Понюхает. Вдруг не понравится. Вообще, жалоба. Другие собаки его на только рады были. В общем, сейчас намешаю салат и вам покажу. Мой обед все косточки себе забрала. И салатик. Всем приятного аппетита! Кто-то у нас там в подъезде бегает. Масочка сделала. Я сегодня... Ну, я поп... Кстати, я разобралась. Захожу на фитнес, да. Там народу мало, конечно. В 3.30-то кто придет? У всех это, как они здесь называют, дефицитен, то есть переваривание пищи. Вот. И я думаю, сейчас я у них спрошу, что за фигня, почему я не могу забронировать место на 7.30. Ну, к ним подхожу. Они мне все объяснили. Говорят, что приложение не очень работает. В общем, он мне все сделал, все занес. Там мужчина на рецепшене сидит. Ну, рецепшен, да. В общем, все объяснил. Все, теперь у меня работает. Говорят, теперь 100% можешь, типа, делать, как тебе надо. Так что вот так. Я очень рада, что я подошла и спросила. Вообще, там работают хорошие люди, такие добра. Добра. Ну, в общем, помогают вам, да. Вот. Ну, и так как в 4-5 там очень много детей, которые приходят купаться в бассейн, я в бассейн не хожу. И решила... Ну, и дома решила. И в душ сходить, принять... Сделала пилинг для лица. Масочку. Как вы могли бы заметить, грязевую. Ее уже смывать надо. Начинает уже стягивать лицом. Вы знаете, да, что когда маска засыхает, то есть не надо, написано, 20 минут, да, держать маску. Если она у вас засохла раньше, то нужно бегом ее смывать, потому что она уже не увлажняет кожу, а наоборот берет влагу из кожи. Поэтому мне уже нужно ее смывать потихонечку. Да, моя рыба. Не хотела вам показать, что я сегодня купила, кстати, у меня... А сегодня еще женщина такая, ну, с которыми мы на сумби-то были, подходит, говорит, ну, ты даешь, ты, говорит, все 3 часа танцевала. Ты, говорит, это фуэр, ты, то есть сильная, ну, сильная, можно так перевести, да, говорит, типа, со всеми, со всеми инструкторами. Такая, кто тебе больше всех понравился? Я говорю, ну, вот мужчина, я не знаю, откуда он приехал, он говорит, толстый такой? Я говорю, да нет, говорит, толстенький, а он такой, знаете, для... Вообще зумба, она как бы... Это не совсем танцы. Вот. То, что вот мы танцевали эти 3 часа, они такие были, знаете, больше танцевальные. Вот этот, я говорю, вот этот мужчина, он, говорю, больше такой танцевальный у него стиль. А мы вот, которые... Мы на фитнесе, когда с зумбой занимаемся, то там прямо именно есть и силовые, и приседания, то есть это, как бы, скажем так, спортивные, что ли, танцы. То есть не просто я там стою и танцую, там мы приседаем, в общем, что только не делаем, и много сильно калорий сжигается. То есть все 3 часа мы танцевали, но не так вот, знаете, как мы вот эти вот час занимаемся. И вот там еще девушка толстенькая такая тоже была, у нее тоже более как танцевальный стиль. Вот. Можно, конечно, потанцевать, но мне вот именно подходит то, что мы делаем. Что там, типа, спортивный. Залез вот так вот и гнездится, и гнездится на коленках. Вот так вот. На коленках гнездится. Тык-тык-тык-тык-тык. Вот. Пожалуйста. Ну и что? Ну и что ты хочешь? Скажи, мам, что ты наделала своим лицом, да? Сейчас он улегся. Места мало, кровать есть, диван целый. А он вот зачем ему? Он у меня на коленках. Хе-хе. Так удобнее. Ой. Моя радость такая. Давай. И вот хочу вам сегодня кое-что купила, конечно. Зашла в Примор. Это у нас такой магазин, где продается всякая косметика и все дела. Вот. И купила себе вот такую маску для рук. Я ее очень часто пользуюсь, так как у меня руки часто в воде, и они сохнут, и ногти, и руки, и все на свете. И вот маски вот эти нормально мне помогают. У меня тут вот крем всегда стоит для рук, потому что вот я часто пользуюсь. Я лоя вера. И купила себе Асейте Де Дуча. Это масло для душа. Представляете? Не гель для душа, а масло для душа. Его можно в ванной использовать. Это из серии Био. Био продукты, которые натуральные. У меня... Я вот такой шампунь покупала. Очень мне, кстати, понравился. Он против выпадения волос с лопухом. Вот. Мне он понравился. И волос такой не сохнет. У меня жженый, пережженный волос после обесцвечивания. Все дела. В общем, шампунь. И из этой серии я взяла... Сначала, знаете, прочитала вроде бы масла для душа. Думаю, нанесу, и оно фиг смоется. А как же я его, типа, буду? Он не пенится, ничего. Сейчас душ сходила с ним, ничего, нормально так пенится. И прямо это пахнет так вкусненько. Это с мандарином и корицей. Очень вкусно пахнет. Успокаивает стресс и улучшает... Улучшает настроение, скажем так. Улучшает настроение. Это мандарин, по-моему, улучшает настроение. В общем, тут все вот написано. 2,50 стоила вот этот вот гель для душа. Кстати, чуть дороже, чем шампунь. Прикиньте. Ха! Шампунь 2 евро стоит, но они небольшие. А это стоит... Ну, вот я так как в бассейн хожу, то кожа сухая, а у меня вообще кожа сухая, то нормально. Ладно, не будем зацикливаться. Взяла такой же вот из этой серии, тоже натуральный биотипа. Видите, 98% натуральный. Тоник у меня закончился. Блин! Я не знаю, мне помню, писали в комментариях, что какой-то розовый тоник хороший. Я не знаю, этот розовый или нет. Вроде бы тоже розовый. Но вообще классно. Пахнет вообще супер. И, ну, по тонику сильно-то не узнаешь. Хороший, но нехороший. Как-то его побрызывал, смыл и намазал себя вот я маской там или кремом. То есть его не пойму, какой хороший, нехороший. Пахнет вкусно. Пахнет офигенно. И еще что мне понравилось. Ой, твою мать, улетела крышка. Здесь вот такой распылитель. То есть я просто прям вот так вот набрызгала не на ватный диск, а прям на лицо. Немного подождала и потом уже лицом промыла. Это с цветком альмендри, миндаля. Миндальным цветком. А, еще купила вот такие тени. И это тени для бровей. Я вам говорила, что чай, притащи сюда колпачок. Притащи колпачок. Будь другом, а. Не, не притащишь. Не притащит. Еще у меня из меркодоны карандаш для бровей. Очень нравится. Но он заканчивается буквально за неделю. Два-три раза и все. Его уже нет. И я вот купила вот такие тени. Ну, щетка у меня есть своя. Это какая-то сильно малепусточная. Я их тоже уже опробовала. Кстати, там женщины мне сказали, ой, какие у тебя брови. Офигеть. Класс. Это что, они смываются? Я говорю, ну да. Говорю, конечно, смываются. Ты сделала классные. Так что они мне комплимент сделали. Представляете? Ну, ничего, так понравились. Это бивенца. Не знаю, хорошие, нехорошие. Понравились. Буду мазаться. Так что вот такие вот у меня покупочки. Крышка вон улетела. Пойду я смывать масочку и разбирать белье. Белье это бесконечное какое-то. У меня каждый день это белье. Каждый день горы. У нас, да, все открыто, все тепло вообще. Замечательно. Все, кожу уже стянула. Пойду смывать. У меня еще все Все, пусть я уже kommи.